всем привет ну опять я на рыбалке говорит о том что последующие видео я возможно опять буду снимать о рыбе но будет зависеть от того поймаю ли я сегодня рыбу будем надеяться поехали дождь сегодня льет целый день точнее уже сутки как льет и никак не успокоится но вот так вот выглядит место рыбака под зонтиком для нас сумасшедших нет плохой погоды нам чтобы главное было хорошо все организовано ну что я и делаю в принципе показывать как я ловит рыбу я не сегодня не буду потому что дождь идет и камера промокнет так что покажу только то что поймал ну друзья рыбалка удалось ну поймал немного но 6 килограмм поймал так что буду думать что я приготовлю с этой рыбы увидимся приветствую у себя на кухне надеюсь я вас еще не задолбал я очень на это надеюсь и сегодня я приготовлю в очередной раз блюдо связано с рыбой ну так получилось что рыбалка у меня последнее время очень удачная и естественно рыбы хватает и из нее нужно что-то готовить чем я собственно говоря и пользуюсь сегодня я решил поиграть немного вкусами то есть я возьму три кулинарные страны и сделаю из этого всего одно блюдо значит сегодня я приготовлю форель немецкую рататуй французский итальянскую поленту будем считать это моим авторским рецептом я не думаю что вы этот рецепт найдете в интернете всем приятного просмотра первым делом я приготовлю томатный соус так как он будет у нас вариться и мы можем заниматься одновременно другими делами какие вы возьмете помидоры это ваше личное дело значит я беру статра пака буквально пол литра это может быть как и помолотые помидоры так и цельные или порезанные кусочками консервированные на ваше усмотрение какие у вас в доме есть добавлю очищенный чеснок немного по сахарю соль сахар и перец вы добавляете по своему вкусу добавлю прованских трав все пробью погружным блендером и отправлю вариться сразу попробую на вкус в моем случае добавлять ничего не надо всего достаточно заброшу один лавровый лист и отправлю вариться на плиту то время как соус варится я подготовлю овощи для рататуя серединку сукини я как правило всегда вырезаю сразу отправлю сковороду нагреваться овощи для рататуя я буду нарезать некрупно баклажан я нарезаю не очень мелко так как он все равно ужарится и сам по себе будет уже не крупный так овощи готовы и я отправляюсь прийти их обжаривать так ну вот я уже смотрю соус у меня уже закипел я развел немного кукурузного крахмала в холодной воде и соус я загущу я загущаю всегда томатный соус потому что при подаче иначе он потечет вот так добавляю оливкового масла и обжариваем болгарский перец так болгарский перец у меня уже наполовину готов и я позволю себе добавить цукини цукини готовится очень быстро если вы конечно не уверены то вы можете обжаривать овощи по отдельности такого чего уже можно присолить готовы овощи я сбрасываю на сито так добавляю масло и обжариваю баклажаны так ну разделываю форель который я собственно ручно поймал чешую я уже с форели убрал внутренности удалил вот этот вот здесь вот находится кровяной сгусток обязательно его тоже удалите жабры удалил и теперь я буду филитировать сделается очень просто за жаберными крышками делаем так у косой надрез до хребта не далее как вы почувствуете что вы дошли до хребта нож слегка выворачиваете вот эту тишу немного приподнимайте чтобы ножом вы не срезали часть филе приподняли и вдоль хребта он прекрасно чувствуется одно филе у нас готово переворачиваем и все то же самое косой надрез до хребта за жаберными крышками нож выворачиваем и вдоль хребта тишу немножко приподнимаем и вдоль хребта ведем нож рыбные каркасы и головы вы можете использовать в дальнейшем для рыбного бульона в эту часть мы срезаем вот эти вот косточки мы также наискосочек аккуратненько срезаем тупой стороной ножа мы проводим вот по этому месту и здесь вы сразу почувствуете ряд мелких костей их удаляем очень просто если у вас есть пинцет можете сделать этот пицетом если у вас пинцета нет делаем ножом делаем в этом месте такой косой надрез до кожицы не сильно не сильно давите на нож потому что можете прорезать кожу и теперь с другой стороны все мои косточки все удалили следующий филе точно так же это форель у меня небольшая для одного человека это будет более чем достаточно даже и для двух рыбу я присаливаю только с одной стороны перчить я ее не буду так ну баклажаны мои достигли золотистого цвета я их также отбрасываю сито предварительно выложив бумажное полотенце чтобы масло мне хорошо впиталось и там буквально минут пять постоять так как жареные овощи отправляю в кастрюлю добавляю томатный соус добавляю соуса немного чтобы овощи у меня не плавали еще раз прогреваю пробую на вкус если чего-то не хватает добавляю а это соль перец сахар и чеснок ну и я лично люблю в такие блюда в конце добавлять немножко майорана блюдо прогреваю и готовлю поленту поленту я буду готовить на рыбной основе то есть я взял рыбный бульон вы можете взять любой другой бульон какой у вас есть дома либо куриный говяжий овощной то есть тот бульон который у вас есть дома есть у вас ничего этого нет то в принципе поленты вы можете приготовить на молоке значит я беру для не густой поленты я взял буквально 60 грамм я беру 6 частей жидкости сливочное масло для меня тоже жидкость я буду считать как жидкость и того я возьму 360 граммов жидкости это рыбный бульон это сливки и это масло масло я добавлю немного позже там бульону закипеть посолю и затем виду поленту так бульон закипел я убавляю температуру или даже для начала я его выключу и ввожу точно так же как вы дома варите манную крупу точно также поленту я уже присолил ну буквально немного потому что я еще буду добавлять пармезан он содержит себя очень много соли иметь это ввиду чтобы не пересолить ну и даем кукурузной муке просто-напросто разбухнуть ну вот на этом этапе я уже могу добавить масло пармезан я пока не добавляю в принципе можно и натереть мускатного ореха с мускатным орехом не переборщите если его будет слишком много то блюдо у вас будет невкусно я плиту выключил полностью но оставлю поленту пока на плите пускай она хорошо разбухнет пармезан я добавлю немного позже когда уже будет почти готова рыб так но у меня для подачи все готово осталось только обжарить рыбу рыба жарится очень быстро я ее слегка припудрю мукой обжаривать я рыбу буду с одной частью топленого масла и растительного добавляю растительное масло добавляя немного топленого масла и обжариваю рыбу со стороны кожи мы обжарили рыбу с одной стороны до румяной корочки а другую сторону мы обжариваем буквально 30 секунд и все рыба у нас готова рыбу перекладываю и отправляясь на стол подачи соус к этому блюду я не готовил так как рататуй содержит себя достаточно томатного соуса и помимо того полента у меня сливочная она также не сухая если вам понравилось это видео делитесь им с вашими друзьями пишите мне комментарии а я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч